9 мая 13.05 я нахожусь в Саласпиусе. Мы видим тут церковь. Недалеко от этой церкви находится страшное место, где в 41 году был организован лагерь, внесён забором. Здесь люди жили просто, закапывали себя, норы выкапывали, так и жили, попытались продлить свое существование. Мы видим полицейские. Пока народу мало. Обычно каждый год здесь вся дорога установлена с цветами и свечами. Не знаю, что будет на этот раз. 9 мая у нас запрещено собираться в Кочи. Организуют какие-то акции на законодательном уровне. Все, кто будет собираться, будут привлекаться. В ночь с 8 на 9 мая несколько смельчаков попробовали возложить цветы к памятнику освободителям Риги. У них задержаны. И в лучшем случае им будет административное дело. Могут и завести уголовно, как оправдание агрессии. Так прямо и сказано в законе Латвийской Республики. Как мы видим, люди идут, возлагают цветы. Здесь вот, еще раз подчеркну, люди рыли себе норы, чтобы как-то уберечь себя от холода, от дождя. Их практически не кормили. Здесь умерли довольно много людей. Как мы видим, люди подходят. Есть и дети, которые не забывают память своих предков. Ну, вот я зажег свечи памяти. Вечерями постараюсь еще тут быть. Мы смотрим, вот полиция там, она везде, в округе. Люди подходят и подходят. Сегодня подчеркну еще рабочий день в Латвии. Не надо так близко. Не надо так близко. Не надо так близко. Как видим, люди фотографируются на память, что они пришли, не забыли своих родных. Люди приезжают с Риги. Сейчас вот я собираюсь идти на то место, где был лагерь Саласпилс. Посмотрим, что там будет. Я тоже там поставлю цветы. Зажгу свечи. Ну, ждите других репортажей. К вечеру тут все будет заложено цветами, я уверен. Полиция сегодня будет много и везде. Вот там полиция с знаками латвийского флага и украинского. Вот такая у нас полиция поддерживает украинских жителей Украины. Стылы тут установлены недавно. Давайте прочитаем, что тут написано. До сентября 1941 года советских военнопленных доставленных в Саласпилс держали под открытым небом на огороженные и обсаженные деревьями парковые поляния в железной дороге. Позже были построены дополнительные бараги, а лагеря огорожены. Ни СССР, ни Третий Рейх не признали в своих взаимоотношениях к Каговской конференции о законах и обычаях сухопутной войны. Нацистский режим не допускал права солдат большевиков на уважительное обращение. Славяне по расу и теории нацистов квалифицировались как недочеловеки. В то же время коммунистический режим также считал советских военнопленных злостными дезертирами, потому что советские солдаты никогда не сдаются согласно приказу Сталина. Вот еще полицейские идут с папочками готовы протокол за любое нарушение составить. Нельзя ходить ни с георгиевскими ленточками, ни с цветами триколора, ничем. За это караются уголовным преследованием. Та же самая информация и на латышском, и на английском языках. И как вишенка на торте, видим на полицейской машине все круговые камеры, которые записывают тех, кто сюда пришел. Ну что ж, записывайте, ребята, записывайте. Спасибо за просмотр!